Что нам нужно знать и с чего нам нужно начать? Мы поставим перед собой яблоко и вот точно так же оно будет стоять на кальяне, вот точно так же вертикально. Нам нужно срезать верхнюю часть вот максимально, насколько это возможно, горизонтально к столу. Так будет с любым фруктом, всегда надо срезать ее максимально горизонтально, чтобы было все ровненько, по итогу, чтобы была какая-то эстетика. Если дома вы делаете, то вы можете максимум, если вам не понравится, что-то сделать, какие-то выводы и в следующий раз уже сделать лучше, 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 тем самым совершенствуйся. Совершенствуйся только на практике, это я вам говорю из своего опыта. Но если с первого раза получилось немножечко корявенько, ну не ругайте себя, нельзя взять и уметь. Просто пробуйте, делайте и все у вас получится. Чуть сложнее в сфере кальяна, если кальянчик делает вот первые разы и он немножечко так вот несуразненько выглядит, гость, который пришел, человек, который пришел и платит деньги за отдых, может, конечно, спросить, вот почему это так и попросить даже переделать. Были и такие случаи. Итак, шаг первый, срезаем верхушку горизонтально, но мы примеряемся так, чтобы на вот эту вот площадку, которая останется, вот мы срезаем, и остается площадка, чтобы на эту площадку мы могли поставить колаун, если мы будем курить на колауне. То есть колаун должен полностью ее покрыть и может даже чуть-чуть места должно оставаться на самом фрукте. Если мы делаем на фольге, то как бы размер не имеет, существенно не имеет значения на яблоке. Отрезаем верхушку. Верхушку я рекомендую отрезать, вот если так яблоко стоит, в таком положении отрезать, не переворачивать его, потому что мы можем немножечко сбить вот так вот себе какой-то ориентир, да, глазомер, и потом, когда мы отрежем здесь, поставим вот так, и мы увидим, что оно может быть кривое. Тогда начинаем ровнять, 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 и пока уже не срежем полностью все яблоко. Желательно, конечно, покупать яблоки побольше. У меня вот что-то такое попалось, какое попалось. Но не будем его за это ругать. Видите, как получилось у меня. То есть сама площадочка вот эта, она ровненькая, четенькая, но получилась немножко под наклоном. В случае с яблоком это не сильно страшно, потому что я возьму нож для сердцевины, и вот так немножечко буду яблоко придерживать, и вырежу. Это следующий шаг. Вырезаем сердцевину. Берем ровно вот посредине, и такими вот прокручивающимися движениями вырезаем. Получили отверстие. Теперь нам нужно сделать место, куда мы будем засыпать табак. Это место мы можем вырезать вот как раз таки, отталкиваясь от этого отверстия, вот под углом, воронкой, чтобы не было сильно огромной ниши какой-то, чтобы не загружать туда сильно много табака. Поэтому мы вырезаем под углом. Под углом и оставим вот какое-то расстояние до края, там буквально 3-4 миллиметра каких-то. Ну так, чтобы острый угол не делаем. Я имею в виду, чтобы вот здесь, в краю, не было острого какого-то. Ну вот, что-то такого плана у нас получилось. Получилась воронка. Сюда мы сможем насыпать достаточно табака, чтобы нам хватило на хороший пакур. Хочу обратить внимание, что диаметр этого ножа, они все одинаковые, они все универсальны, эти диаметры. Он немножечко меньше, чем носик. И причем вот вначале нормально, буквально каких-то там 5 миллиметров, да, чем коннектор вот этот, он меньше. Поэтому, это нам о чем говорит, что фрукт, который мы сделаем, очень плотно сюда сядет и будет очень хорошо держаться. Напишите в комментарии, как думаете, производители кальяна вообще отталкиваются вот от таких соображений, что нож, фрукты, или как бы это не имеет значения. Как вы думаете? Вот, у нас готово вот яблочко. И дальше, чтобы не проваливался табак, туда мы берем зубочистки. Есть такая практика, я уже говорил в одном из видео своих, есть такая практика, что отрывают кусочек вот такой губки металлической из опилок вот этих вот металлических там для посуды. Отрывают кусок этой губки, ставят туда, или делают из зубочисток очень много вот таких вот решеточек. Это нехорошо, потому что оно перебивает тягу, тяга становится тяжелая. Вам нужно сделать минимальную решетку, просто для того, чтобы чуть-чуть поддерживал табак, чтобы он не провалился вниз. С моей практикой работы на фруктах, а я не один год поработал, очень много я поработал с фруктами, я скажу, что достаточно всего 4 зубочистки. 4 зубочистки, чтобы сделать вот эту вот тюницу. Вот таким вот образом. Этой тюнице вполне, этой вот решеточке вполне достаточно, чтобы табак не провалился, а по центру мы еще сможем сделать отверстие, вот этот колодец, который нам обеспечит еще легкость тяги. И чем ровнее вот эта вот площадка, тем проще будет поставить колаут, чтобы он хорошенько пригорел, чтобы он не пропускал лишний воздух, не подтягивал лишний воздух, чтобы курение было максимально качественным. Ну вот, допустим, на яблоке я бы все-таки курил на фольге, и, видимо, это яблоко я сделаю все-таки на фольге. Есть очень важный нюанс. Одной из причин, почему так хейтят кальяны на фрукте, то, что якобы фрукт большой, его сложно разогреть, пока там разогреется, как чаша, и там кайфа не поручишь, дыма мало. Если все сделать правильно, то дыма будет в разы больше. И по времени он будет куриться еще дольше, чем обычный кальян, за счет того, что фрукты, они сочные. Есть более сочные, вот как апельсин, грейпфрут, например, ананас, и есть более сухие, как яблоко и тот же гранат. Хотя гранат тоже можно отнести к сочным. Чем сочнее фрукт, тем дольше будет куриться кальян, и он не будет, меньше будет подгорать за счет того, что табак будет постоянно смачиваться за счет вот этой вот, за счет сока самого фрукта. Просто не ленитесь, добавляйте угли к кальяну, на фрукты любят жар. Но опять же, тоже смотря какой фрукт, вы будете это чувствовать. Чем сочнее фрукт, чем он больше, тем чем ему больше нужно жара. Вот, например, как ананас. Тем больше можно добавлять, соответственно, углей и не париться особо, что с ним что-то случится, что он будет гореть. До такого состояния еще нужно постараться его довести. Поэтому, в отличие от обычной классической чаши, на которой вы курите глиняной, или там силиконовой, неважно, если вы на обычную классическую чашу ставите калалок холодным, ставите сюда уголь и ждете, пока равномерно разогреется, чаша с табаком, и через 5-7 минут вы начинаете курить, то в этом случае калалок на фрукт нужно ставить разогретым. Причем этот момент требует внимания, когда вы разогреваете калалок на той же газовой плите, или у вас отдельная плитка под уголь есть, вы разогреваете калалок, это должно пройти немного времени, там, минуты-полторы, чтобы он набрал хорошую температуру, достаточно. Если вы передержите, калалок может поплавиться, потому что он из такого вот сплава, он может поплавиться. Не нужно передерживать, но когда вы ставите горячий калалок, он соприкасаясь с фруктом, к нему прикипает, и уже держится плотно и крепко. Тогда вы даете ему тоже подождать, пока от калалода, от горячего калалода, вы уже поставите у него уголь, вы подождете пару минут еще, 3-4, пока разогреется табак, и можно начинать курить. А если вы дадите ему 5 минут прогреться, это будет еще лучше. Давайте этот мы сделаем, давайте яблоко мы сделаем на фольге. Покажу принцип, как, ну типа я сделаю часть так, часть так, часть фруктов я сделаю на фольге, часть на калалоде, я покажу просто принцип, как это сделать, чтобы вы понимали, он у всех одинаковый, и любой из фруктов вы сможете сделать, как на калалоде, так и на фольге. Засыпаю табачок. Здесь не сильно много места, я сделал для погрузки, поэтому у меня будет мальфар, цитрусовый пунч, я засыплю легкий табак. В этом кальяне у нас будет легкий, мы его немножечко чик-чирик распушим, вот это вот, перемешаем, поднимем вот эти вот все соки с самого низа, чтобы было все вкусненько. Опять же, за счет того, что фрукты сочные, и они своим соком смачивают постоянно табак, не бойтесь того, что табак будет касаться дна калалуда, или же фольги. И сделаем колодец, чтобы табак, когда подсохнет, не закрыл нам, не заблокировал нам проход воздуха. Вот таким вот образом. Забито, вкусненько выглядит, как по мне. Дальше, фольга. Как сделать все максимально красиво, аккуратно и ровненько. Берем фольгу, открываем на глаз сюда-сюда такой кусочек, который можно сложить в два раза. Ну, получается, четыре. Два раза сложили, получилось четыре слоя. Поравняли ее обязательно, чтобы между слоями там не было скоплений воздуха каких-то, чтобы она выглядела ровненько. И что произойдет, если мы сразу поставим, есть такая ошибка, и так часто делают очень, если мы сразу поставим фольгу на яблоко и начнем бить. Ну, это будет неприкольно, потому что проникая вот сквозь фольгу, иголка будет там табак тормошить и взворошивать, и получается, он будет сильно близок, сильно будет касаться фольги, чересчур близко будет касаться фольги. И это может вызвать дискомфорт при курении. Вот, в виде как раз-таки того подгорания, которое, если сделать неаккуратно, его все-таки можно вызвать. Что я предлагаю в этом случае делать? Берете стакан, ставите фольгу на стакан и уже отдельно, вот натягиваете и отдельно делаете отверстия. Отверстия желательно, чтобы не выступали, ну, вот примерно, да, вы на глаз посмотрели, опять же, сколько здесь, какой диаметр здесь, и делаете такой же диаметр здесь. Больше точно не надо делать, потому что чем больше отверстий, тем больше будет тянуться воздуха лишнего. А нам нужно, чтобы отверстия были, закрывали ровно ту поверхность, на которой будут стоять угли, чтобы воздух тянулся и затягивал жар, соответственно, воздух уже с жаром от угля. У меня есть вот такая вот иголочка, это можно делать абсолютно любой, иголкой, булавкой. Чтобы вам было проще, самый оптимальный вот диаметр, площадь нанесения отверстий, она будет примерно такая же, как дно у коллауда. Если чуть меньше, ничего страшного. Вот. Ну, типа, это самое оптимальное. Убираем. Теперь мы можем примерить на яблочко. Примерно вот так прижали, посмотрели, где у нас фольга загибается. И, опять же, с точностью на глаз мы берем и отрезаем, отрезаем, получается. Есть сейчас, перед тем, как отрезать, расскажу еще есть метод. Мы можем отрезать лишнюю фольгу после того, как мы ее уже прикрепим на наш фрукт. Или можем сделать это до, если вы уверены, что отрежете сразу. сразу так, как надо, с таким запасом, как надо. Есть два способа, как закрепить фольгу на яблоке, чтобы не подтягивался воздух. Это первый способ с помощью все тех же зубочисток. Мы себе вот немножечко от края отступаем вниз, где-то, может, полсантиметра. Мы воткнем здесь одну, здесь, вот так по контуру. Да сколько хотите, можете хоть сделать вот такой чистокол из этих зубочисток. Можно там четыре штучки сделать. Можно там звездочкой. И под зубочистки вот есть эти резиночки для денег, если они у вас есть дома. Можете ими воспользоваться. Я так раньше делал, но сейчас у меня чуть другой способ. Я использую вот такие вот скрепочки. Это самые обычные скрепки для степлера. Вот у меня они дома есть почему-то. и я вот заранее уже наделал. Их много там поотделял поштучно. Поэтому я выбираю способ отрезать сразу. И потом с помощью этих скрепочек аккуратненько зафиксировать фольгу, чтобы она выглядела красивенько. Вот получилась такая шапочка. Теперь ее прижимаю к яблоку. И вот у меня вот такая вот вот такая вот юбочка. И вот по этой юбочке я сейчас с помощью скрепочек зафиксирую фольгу. Плюс того, что отверстия делаются отдельно на стакане, а не сразу на яблоке, оно будет выглядеть очень аккуратно. Оно не будет провалено. Если вы будете делать на колья, сразу на чашке уже эти отверстия, то оно провалится вниз. Оно будет вот такое волнистое. Все прям, прям очень будет нехорошо. Вот он у нас уже готов. Мы снимаем уплотнитель. Нам уплотнитель для яблока не надо. Яблоко полностью крепкое само по себе, по внутренности своей. И вот оно очень хорошо садится здесь. Ровненько садится. И оно будет крепко держаться на протяжении всего курения. Пожалуйста, ставим уголь. Ждем, пока прогреется. И погнали! Продолжение следует...